всем привет с вами очередной выпуск готовим вкусно сашка и пашка и сегодня продолжаем тему белоруссии картошки я бы вам хотел рассказать еще одном очень интересном блюде которая может такой вот интересная свежая нотка вкуру ноткой вкуса и вписаться на ваш стол праздничный повседневный вот я так подозреваю существует вообще такая не знаю даже не такая такой заговор белорусов с азиатами целью которого состоит сделать картошку основным блюдом на азиатском столе и так сегодня мы будем сами готовить картофель по-корейски это как морковка по-корейски но только картофель для этого нам понадобится 1 килограмм картошки 1 чайная ложка молотого кориандра 1 чайная ложка красного острого перца в стакан я налил 200 миллиграмм уксуса в принципе я взял винный уксус можно использовать и даже нужно использовать обычной столовой к сожалению у меня сегодня не оказалось 3 столовые ложки соли 3 зубка чеснока также нам понадобится масло варите картофель буду в 3 литрах воды которые я уже отдельно поставил нагреваться на огонь и сейчас собственно как и для любого салата корейского нам нужно будет картофель натереть на терку в принципе можете использовать терку для корейской морковки это даже будет очень хорошо я буду использовать вот такую терочку буду использовать вот такую терочку на вкус картофеля это никак не повлияет натерли картофель перекладываем его в нашу мисочку сейчас наша задача его быстренько промыть холодной водой для того чтобы убрать лишний крахмал а также зальем холодной водой и оставим потому что картофель на воздухе очень быстро окисляется и темнеет ценный картофель в салате будет выглядеть некрасиво поэтому под холодную воду и промываем и замачиваем холодной воде ну чтоб вода покрывала картофель собственно переходим к следующему этапу приготовления вот видите я тер на мелкую терку мне картофель получился достаточно такой тоненький поэтому чеснок я также пропущу через терочку если вы будете делать через если вы будете делать с помощью терки для китайской морковки то чеснок можно нарезать вручную она будет более интересно сочетаться с фактурой картофеля кстати не забывайте что здесь внизу есть ссылки на наши группы вконтакте и на фейсбуке мы сейчас запустили опрос наших подписчиков наших пользователей вопросы к сашке и пашке 28 марта и 26 марта мы планируем снять такой небольшой влог вопросы к пашке и сашке поэтому если у вас есть вопросы о кулинарии к саше вопросы как шеф-повару не знаю нашей жизни в испании вообще можете их там задавать и 26 числа мы сделаем вот такой вот выпуск где постараемся ответить на ваши вопросы если будет достаточно большое количество голосов то 28 числа в 19.00 по московскому времени мы запустим онлайн режим и с вами принципе сможем пообщаться в онлайн режиме вы сможете задать свои вопросы мы сможем вам на них ответить также на нашем канале youtube и так чеснок готов нужно переходить к варке картофеля для этого нам понадобится вода которая заведена практически до кипения пускай будет 3 литра немножко меньше соли я взял тоже немножко меньше на три литра воды нам понадобится три столовых ложки соли засыпаем ее сюда ждем пока она растворится немножко также нам понадобится еще одно сито емкость где мы будем непосредственно наш шалат смешивать также нам понадобится емкость куда будет сито стекать вода размешали соль добавляем уксус даем этому закипеть и с помощью сита будем варить картофель засыпаем картофель наше сито небольшими порциями варим смотрите если вы будете картофель тереть на терку для китайской морковки тогда соответственно нужно по времени около примерно 3 минут если вы натерли так тоненько вот как мы не полочками когда нужно примерно полторы минуты горячую воду кипящую опускаем наш картофель на полторы минуты на полторы минуты вот у меня пошел отсчет времени на полторы минуты вот у меня пошел отсчет времени сколько нам понадобится После этого нам нужно будет Как только прошло полторы минуты И картофель подварился Немножко нам нужно будет его сразу промыть Под холодной водой Зачем? Чтобы картофель перестал вариться И остался в той форме В которой мы его нарезали То есть не превратился в пюре Вот проварился картофель Теперь его быстренько промываем под холодной водой Я показывать не буду, я не помыл посуду Поэтому не буду показывать раковину Промываем его под холодной водой Чтобы картофель, как я и говорил, перестал вариться Картофель за счет уксуса у нас останется хрустящим Вот, собственно Берем второе сито И выворачиваем, чтобы лишний картофель у нас И выворачиваем, чтобы картофель лишнюю воду у нас отдал И повторяем процедуру Для остальной части нашего картофеля Картофель у нас отварен Приступаем к следующему шагу Нам нужно масло для заправки И для специй Ну, я думаю, примерно полстакана масла Наши специи, кориандр и красный перец Добавляем в горячее масло Для того, чтобы специи раскрыли свой вкус Хорошенечко их здесь прогреем Смотрите, красный перец можете использовать стручковый Сухой Как кому больше нравится Я решил взять молотый Его более удобно распределять по салату Ну, по крайней мере, для меня Более удобно контролировать остроту Ну, многие предпочитают, допустим, использовать Многие предпочитают использовать, допустим, стручковый перец Потому что он выглядит более эстетично в этом салате И более такой аутентичный вкус дает Масло дошло до кипения Перекладываем картофель в емкость В салатницу Как он будет называться? Чеснок в самом конце будем добавлять Масло дошло до кипения И заливаем его в картофель И теперь быстренько размешиваем Для того, чтобы специи и масло распределились по картофелю Чеснок мы не добавляли, потому что при взаимодействии с кислотой и теплотой Чеснок позеленеет и будет смотреться очень некрасиво в салате Поэтому размешиваем Кто-то по вкусу может добавить еще немножко соли Если будет мало Проблем с этим никаких нету Я думаю, масло уже остыло Эти картофель сохранил свою структуру Остался такими ломтиками, соломкой Это нам все помогает уксус Он остался хрустящим Благодаря уксусу Перемешиваем все хорошенечко так Добавляем чеснок и перемешиваем еще раз Запах просто стоит восхитительный Ну, конечно, салат на любителя Не всем нравится острая, не всем нравится кислая Не всем нравится корейская морковка Но, как эксперимент для вашей кухни Это, я думаю, будет очень интересным и полезным рецептом У меня вот салат получился слегка желтоватым Я вам открою секрет Я добавил немножко кукурмы сюда На самом деле это абсолютно необязательно И в рецепте нету Но мне почему-то захотелось Поэтому не обращайте внимания Если у вас будет салат белый А у меня желтый Собственно, перемешали Закрываем салат пищевой пленкой Это смотрите сами по желанию Я его закрою пищевой пленкой И отправлю в холодильник настаиваться Ну, примерно полтора-два часа Закрыла его пленка для того, чтобы салат не впитался Лишние запахи У меня там рыбка засаливается Бастурма Ну и чтобы он не поделился запахами С другими продуктами Как я и говорил ранее Подписывайтесь на наш канал Ссылочка вот здесь в описании Вступайте в наши группы на ВКонтакте И на Фейсбуке Чтобы не пропустить никакие интересные события Задавайте вопросы Сашке и Пашке Мы с удовольствием на них ответим Прошло несколько часов Салатик наш уже готов Выкладываем на порционную посуду Кушать можно палочками Как вам будет угодно Вот такой вот очень вкусный картофель по-корейски Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Игорь Негода!